Добрый день, Полтава! Здравствуйте! Сегодня я познакомился с Анной Воронянской, таким интересным человеком. Она только с интервью на Алтаве, ранок на Алтаве был. И сейчас она согласилась со мной пообщаться, немного рассказать о себе. Творческая личность, говорю сразу. То есть никакой политики. Аня, расскажите о себе, где родились, где учились. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я Воронянская Аня. Родилась я в Полтавской области, выросла там, училась в школе. В 13 лет я пошла учиться в модельную школу Марго. Она находится у нас здесь, в Полтаве. Участвовала в всеразличных конкурсах красоты, показах, как на территории Украины, так и за ее пределами. Мне всегда нравилась мода, все, что связано с ней. И сама я по натуре творческий человек. Безумно в детстве еще мне нравилось рисовать. Даже в школе я была пресс-центром местной газеты. Если стояла передо мной какая-то определенная задача, я всегда подходила с огромным интересом к ней и ответственностью. Для меня важно было ее решить так, чтобы это было качественно и интересно. Всегда моим хобби был дизайн одежды, женской одежды. Этим делом я хотела заниматься в своем будущем. Но так сложилось, что я пошла учиться в юридическом направлении, в юридическом университете имени Ярослава Мудрого в Харькове. Закончила я университет с отличием, что позволило мне работать за границей в огромной частной компании. Аня от кофе отказалась, поэтому сок, а кофе это мой. Спасибо большое. Дальше сложилось все так. Я посещала все различные выставки, показы, все возможные мероприятия, связанные с миром моды. Это меня действительно вдохновляло. Это заставило меня обратно вернуться к тем еще мечтам, задуматься, чтобы действительно пойти в том направлении, которое мне близко и так по душе. И действительно, приняв такое серьезное решение в своей жизни, я оставила юриспруденцию и вернулась в свое творчество. И начала заниматься дизайном одежды уже в январе этого года. Я вернулась в Украину, начала плотно работать. И уже буквально за несколько месяцев смогла отшить и представить коллекцию женской одежды весна-лето 2016 под названием «Цветочное настроение». Еще до этого за год я потихонечку начинала отшивать. Не буду скрывать, отшивать, рисовать, ну и дальше уже более плотно работать. Все сложилось так, что 12-13 марта я брала участие в «Полтава Fashion Days» здесь у нас в городе. Представила свою коллекцию. Далее, вот только буквально на днях я вернулась с Одессы. В Одессе участвовала в показе «Одесса Fashion Week». Познакомилась с многими интересными людьми. Среди них были дизайнеры, различные блогеры и другие интересные люди. Участие в этом показе позволило мне представить свою коллекцию, показать свои работы, увидеть другие. Я получила ценность с этого мероприятия в том, что, опять-таки, познакомилась с многими людьми. Увидела, как другие дизайнеры шьют, какое у них направление, на что они делают акцент. Вот проанализировала, вот сопоставляла разные моменты. Ну, на самом деле, поездка была очень интересной, вдохновляющей безумно. Мне действительно все понравилось, все проходило на высшем уровне. И для меня была огромная честь участвовать в показе такого рода. И дальше вот я вернулась сейчас обратно в Полтаву. Мы начинаем отшивать капсульную коллекцию, а также круизную. Круизная коллекция будет у нас представлена, может быть, вот мы надеемся на конец мая, либо начало июня. Ну, стараемся, развиваемся. Как понять капсульная коллекция? За небольшая коллекция, объединенная определенной идеей, вот, на определенную тематику. А сколько сейчас в вашей коллекции? Вот вы выезжали, показывали, сколько единиц, платьев? Да, да. В Полтаве у нас было 20 выходов, 20 луков. В Одессе 10 луков. Ну, так как я молодой начинающий дизайнер, у нас были некоторые требования, мы должны были соответствовать. Так как ты молодой дизайнер, ты имеешь право показать 6-10 луков. Вот. В Полтаве мне очень счастливо довелось показать больше. Вот. Ну, в общем, как-то так. А как долго вот вы над этой коллекцией работали? Ну, я понял, что уже конкретно вы в этом году когда? Да. Зарисовки на самом деле были еще в 2015 году, я уже начала работу потихонечку. Ну, скажем так, 80% всей работы мы осуществили в этом году, в начале этого года. Вот. А вы учились этой профессии? Нет, я не училась этой профессии. Я узнавала всю информацию из определенной литературы, из тех же выставок, со знакомства тоже с дизайнерами, как и у нас в Украине, и за границей тоже. Также я... Это и интернет-издания разные, всевозможные журналы. Ну, знаете, когда у человека есть желание, огромное желание что-то делать в этой сфере, мне кажется, нет никаких преград. Но я на этом не останавливаюсь. Я хочу пойти в школу дизайна. Сейчас, вот, в ближайшее время хочу определить для себя, какая это именно будет школа. Ну, в общем... А как профессионалы? Ну, вот, кутюрье, вы говорите, знакомились с людьми. Как они к вам относятся? Как они смотрят на то, что вы делаете? Как оценивают вообще платье, которое, я не знаю, я еще не видел, честно говоря, ваши творения? Как они относятся, как они оценивают? На самом деле... Смеются или нет? Я почему задаю такой вопрос? Я не есть профессиональный журналист, я блогер. Этой профессии вообще не учат меня. Я просто так живу. И вот мне интересно, вот, вы в своей отрасли, интересно, как к вам относятся? Ко мне некоторые журналисты относятся отрицательно, некоторые положительно. Кто-то критикует, кто-то чему-то учит. А у вас как это все происходит? Ну, на самом деле, когда я начинала рассказывать о себе, спрашивала каких-то советов, люди спокойно выслушивали, не было никаких ни насмешек, ничего такого, чтобы могло как-то отвлечь от этого и задуматься, может быть, не стоит этого делать и так далее. Нет, такого, слава Богу, не было. Они внимательно выслушивали, давали какие-то определенные советы, но прежде всего задавали вопрос. Ты должна понять для себя, насколько это тебе нужно, должна быть готова в финансовом плане, потому что это очень затратное дело. Как хобби, да, пожалуйста, можно заниматься. Как основная профессия — это тяжело, это очень огромный риск. Я это все прекрасно понимала. Я знала, на что я иду. Но я безумно этого хотела и хочу, и буду стараться все для этого делать, только чтобы действительно стать достойным дизайнером. Вот. И на самом деле были советы от них, как лучше. Критика была? Ну, критики... Здоровая, нормальная, по-моему, с подсказкой. Ну, пока не было никакой критики, потому что в тот момент, когда я общалась с некоторыми дизайнерами, не было готовых каких-то позиций, чтобы показать и спросить совета. Такого не было, и поэтому, может быть... А с кем из известных украинских дизайнеров вы знакомы? Ну, вот таким вот образом познакомились. Знаете, вот именно в этой ситуации с украинскими дизайнерами я знакома... Ну, сейчас они тоже как бы молодые дизайнеры. Это Алина Путевцева, это Блэквуд, тоже молодые дизайнеры. Постарше никого? Нет, постарше пока в Украине. Ну, на самом деле я знакома, это давнее знакомство с Александром Гопчуком. Я участвовала в его показе при открытии салона красоты у нас в городе Полтава. Цезарь. Вот, это не реклама. Это просто... Нет, мы сегодня рекламируем цех, где мы сидим. Хорошо. А скажите, дело в том, что так жизнь сложилась. Я очень много лет тому назад тоже работал в таком производстве раскройщиком, закройщиком. Мне интересно, я сталкивался еще в своей работе, почему именно женское платье? Ведь это очень серьезно и достаточно сложно. Я, например, знаю, что на мужчину рубашку проще пошить, да, у него меньше требований. Во-первых, есть определенные пожелания, не больше. Ну, костюм, да, это сложнее. Но женское платье, это когда надо тканью обложить женскую фигуру. Чаще всего вы все разные. И это достаточно сложно. Почему именно женское? Вы на себя это в первую очередь примеряете? Или вы берете модель, подругу там, и пытаетесь ее красивой сделать? Ну, я поняла суть вопроса. Ну, на самом деле, в настоящий момент, так как я ранее тоже была моделью, сейчас примерки все проводятся на мне. Ну, и есть еще одна подружка моя, тоже на ней мы все примеряем. Ну, конечно, у нас возможный весь размерный ряд, который существует, поступает, и индивидуальные заказы к нам тоже. То есть нет такого, чтобы... Ну, у вас мечта, чтобы ваши творения, они уходили в серию или все-таки оставались индивидуальными? Ну, знаете, для меня важно, чтобы... То, что я делаю, было доступно для всех абсолютно, чтобы люди, которые будут носить мои вещи, они получали пользу от этой вещи, восторг, чтобы это было обязательно качественно и комфортно, ну, а соответствовать определенным тенденциям. Поэтому моя одежда рассчитана на всех женщин. Так как мы принимаем индивидуальные заказы, мы можем пошить любой сложности определенный наряд. В данный момент я занимаюсь только женской линией, но у меня в планах также и мужская, и детская линия. У вас мастерская или вы в домашних условиях это все делаете? Сейчас у нас в планах открытие своего небольшого цеха такого. Когда, где? Ну, пока не могу этого сказать. Сейчас, так как это все развивается. Вот, когда только будет, мы обязательно вас пригласим к нам. Все покажем, расскажем. Я надеюсь. А как на детские вещи вы смотрите детей? Я почему спрашиваю? У меня дочке 7 лет. Она эксперт у меня. Она любит проводить экспертизы кафе. Но я думаю, что с удовольствием и к вам пришла бы экспертиза вещей и провела бы. Обязательно. Будем очень рады. Детские вещи планируете как-то? Да, да. Планируем детские вещи. Может быть, это будет со следующего года. Если получится быстрее, то будем быстрее реализовывать себя в этом направлении. Многие спрашивают. Все же у меня вопрос. Вы планируете это будет ателье Интпашива? Или это какой-то цех, где отработанную вещь вы будете там размерные ряды делать и в серию запускать? Пускай 10-20 вещей, предположим. Вот такие планы у вас? На самом деле для меня важно, чтобы это было и ателье своего рода, чтобы люди могли прийти, заказать индивидуальную вещь. Но в то же время мы планируем сделать и какой-то магазин, такой в этом же одном помещении, чтобы можно было бы увидеть уже отшитую коллекцию, что-то себе выбрать, посмотреть, приобрести. То есть у нас идея довольно такая обширная. Это не будет исключительно только ателье. То есть это будет и магазин тоже. Вы все время говорите «мы». Да. Кто «мы»? Ну, команда моя потихонечку растет. Это мои близкие знакомые и друзья, соответственно, которые мне помогают в этом деле. Просто финансово емко и проект. Очень. Я вас слушаю и, ну, и судя из того, что вы рассказываете, это как минимум лет на 5, а то и 10. Да, на самом деле это, к сожалению, хотелось бы быстрее, но это нормально все. То есть, да, действительно, это так. Это проект огромный и затратный в плане времени, в плане финансов. Да. А все-таки для вас что более важное? Вы к этому относитесь как к бизнесу или к самовыражению? Знаете, скорее всего, к самовыражению. Не, скорее всего, а именно так. Потому что я занимаюсь любимой работой. И даже в этой любимой работе, да, могут быть какие-то неприятные, может, моменты, но чтобы выделить какие-то минусы, изъяны в этой работе, я не могу, потому что эта работа любимая. И я действительно в этой работе самовыражаюсь. То есть я воплощаю ту еще совсем детскую мечту какую-то в реальности. Мне действительно нравится то, чем я занимаюсь. Я готова и ночами не спать, и все-все делать, только чтобы получилось, чтобы люди получали работу. Ань, ну вы готовы к тому, что, ну, из истории мы знаем, что многие художники, да, при жизни не были признаны, да? Да. Многие. Кто скрипки создавал, кто картины писал. И довольно часто они жили в нищете. Да, я понимаю, что это... Вы готовы к этому, что все-таки это такая борьба и многолетняя борьба? Да, я знаю это, я знаю, что будет непросто, уже непросто. Я это знаю, понимаю, но ведь я думала, на что я иду, и приняла решение. У вас есть семья замужем? Да, есть семья, да, замужем. Дети есть? Нет, пока нет. Давно замужем? Нет, недавно совсем. Хорошо. А семья все-таки к чему-то обязывает. Как муж относится к вашему увлечению, работе? Муж относится спокойно, понимает, чем я занимаюсь, ему нравится. Помогает? Да, безусловно, помогает. Он тоже человек творческий или больше технический какой-то? Ну да, больше бы, я бы сказать, технический. То есть он по своей профессии никаким образом с вами, с вашей... Он тоже юрист. Он такой разноплановый. Нет, вырезать мы ничего не будем. Все как есть. Понятно. Ну, простите. А, ну, опять я вернусь к семье. Вы отлично, наверное, понимаете, что рано или поздно все равно станет вопрос детей. И надо понимать, что где-то это может быть, в вашей работе может помешать. Как вы к этому готовитесь? Морально, материально? Со всех сторон надо задуматься. Я, прежде чем... Ну, я человек взрослый. Прежде чем младшая дочка родилась, мы к этому готовились. Я говорю, как есть. Да. Состоронне готовились. Чтобы оно не помешало ни работе, ничему, ни денег. Ну, знаете, по жизни я, наверное, все-таки карьерест. Я понимаю, семья это главное. Но в ближайшее время планы я себе не ставлю, мы себе не ставим ребенка. Но все возможное, как Багдас, так и будет. Я думаю, что когда у вас появятся дети, вы начнете детские коллекции отшивать. Да, это уже стабильные дети. Потому что я вам скажу честно, что, ну, я с этим сталкиваюсь постоянно, для детей очень проблемно приличные, веселые вещи покупать. Бывают моменты, когда в магазин заходишь, либо жутко дорого. Ну да, тем более... Но оно все настолько серийное. Я вижу просто по своей дочке, что у нее довольно часто ей хочется чего-то такого, не такого, как у всех, а это нереально. Идти в секонд-хенд, но тоже не всегда это здорово и приятно. Поэтому мы, например, нам приходится постоянно мучиться. Но нас спасает наша... У моей дочки есть тетя, которая периодически что-то шьет. И вот мы хоть что-то получаем такое. Понятно, профессия у вас интересная. Где в ближайшее время мы можем увидеть ваше хвастовство, ваших изделий, чтобы мы могли... Может, более на широкую публику вы собираетесь выносить? Ну, чтобы люди видели. Да. На самом деле, уже сейчас одежда представлена в магазине Ю-21. Ю-21 – это магазин молодых украинских дизайнеров. Он совсем недавно открылся в нашем городе. А где он? Я, честно говоря, не знаю. Находится по улице Котляревского, 15, возле Цума. Вот там представлены всевозможные украинские дизайнеры. И в том числе... Там отмечено, что это ваши... Да. А каким образом? Там на этикетке написано? Да, там, безусловно, есть наш логотип, лейбл наши. И что на лейбле написано, нарисовано? У нас, да, есть логотип, фирменный блок весь. Вот, в котором обозначены наши... Как люди узнают, что это ваши вещи? Вот, что там изображено на словах? По фирменному знаку. Там силуэт женщины. Силуэт девушки, женственной девушки, нежной. И написано, собственно, название бренда. Понятно. Бренд называется? Воронянска. Так и называется, да? Пошли как в Воронин. Было такое. Понятно. То есть мы уже с вами понимаем, куда надо идти, что искать, чтобы увидеть. Спасибо большое. Пейте сок. Я все равно... Это проект такой. Хорошо, что вы есть. Мы очень надеемся на то, что ваши идеи, ваши мечты будут воплощаться в жизнь. Мы очень надеемся... Пойдем посмотрим, какие у вас вещи. Да, обязательно. Стоп. Еще один вопрос. Да. Ценовая политика вот в этом магазине. Насколько это дорого? В настоящее время я не скажу, что это дорого. Средняя ценовая категория. Даже могу сказать прямо, вещи начинаются от 450 гривен и до 2000. Ну, в настоящее время, в той коллекции, которая представлена. Ну, это нормальная средняя ценовая категория. Да, да. А что конкретно? Там платья, костюмы или... Мы, значит, мы представляем и платья, брюки, всевозможные туники, футболки, рубашки. Ну, весь женский, в принципе, гардероб летний. Пойду. Сегодня же пойду, посмотрю. Также я хотела сказать, что помимо Полтавы, также наши вещи представлены в Харькове. Это шоурум-лофт называется. Находится он по улице Артема, 18А. И в дальнейшем мы тоже планируем развиваться, идти вперед. Скоро представим вещи в одном из шоурумом города Одессы, также Киева. Есть спрос, как вы видите? Покупают вещи? Знаете, за то короткое время, что сейчас прошло после представления в шоуруме, то я хочу сказать, что действительно спрос есть. И это радует. Это ведь для дизайнера главное то, чтобы вещи действительно нравились людям, чтобы они были востребованы, чтобы они действительно вызывали восторг какой-то. В Полтаве сколько единиц за неделю продается, например? Именно нашего? Вашего. Я только вашим разговариваю. Так как мы только совсем недавно разместили. Недавно это когда? Недавно, но это где-то недельки-две. Так, и что-то уже ушло. Да, да, ушли некоторые вещи. Сейчас представлены коллекции «Осень-зима» также представлены. И потихонечку выставляют весну-лето. Так как у меня вещи весна-лето, люди с приходом тепла, люди начинают уже смотреть, выбирать что-то для себя. Ну, было такое, что в день две единицы сразу купили, например, дуэй, брюк. А как продавцы говорят, люди уже хватаются за ваш бренд? Да, смотрят, безусловно, смотрят. В городе Харькове тоже продажи. Ну, почему вы мужским не занимаетесь? Все друзья мне тоже спрашивают, Ань, когда будет уже мужская линия? Я хочу рубашку, я хочу футболку. Ну, давай. Я безумно этого тоже сама хочу. Но будем прикладывать все усилия, только чтобы открыть и мужскую линию. Для меня это обучительный вопрос. Я, знаете, люблю выделяться, тем более в силу профессии. Меня надо, чтобы далеко видно было. Но не всегда мне удается, приходится идти в магазин, и не всегда магазины радуют, к сожалению. В данный момент, это серьезная проблема и для общества, когда в магазин заходишь и сплошь одно и то же, и чаще всего это базарный вариант, сейчас немного базары переместились в магазины, и я не люблю вообще на базаре скупляться. Хорошо, что вы шьете, хорошо, что вы это делаете. Я пойду обязательно посмотрю. Будем еще, да. Я позову обязательно свою жену. Мы обязательно вместе посмотрим. Может быть, и сделаем экспертизу вашим вещам заодно, если нам в магазине не запретят. Интересно посмотреть. Еще раз, выставку вы какую-то планируете, такую широкую, чтобы люди не просто на тремпеле увидели, а и на девушках. Показ какой-то. Планируется какой-то широкий? Ну, показ, да, мы показ будем планировать, но уже другой коллекции, так как эта коллекция у нас уже участвовала в двух показах, в одной выставке. Поэтому мы уже в дальнейшем в показ будем брать новую коллекцию. Скорее всего, это будет первая круизная коллекция, которая, собственно, будет в конце мая, в начале июня. Что значит круизная? Это легкая, это коллекция с легких тканей пошива. Это легкие вещи, струящиеся, шифоновые, шелковые, которые носятся в теплую пару года. Ну, круизы, само слово и подразумевает отдых, какое-то расслабление. Ну что, собираем деньги на круиз, покупаем коллекцию и едем вместе. Хорошо, спасибо, Аннушка, спасибо.